В период пандемии коронавируса следить за своим здоровьем следует с особым вниманием. Чтобы не заболеть, важно следовать всем медицинским рекомендациям. Соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты, избегать мест скопления людей. Но что делать, если болезнь все же настигла? И как восстановить свой организм после перенесенной инфекции? Об этом в нашем следующем сюжете. Представляем, да, куда мы все это сбрасываем. И когда задержка уже заканчивается, это еще у нас задержка, да? Резко. Рот куша, мы говорим ха, громко. Вот так с помощью несложных дыхательных упражнений шаг за шагом можно восстановить свой организм даже после тяжело перенесенного заболевания COVID-19. Для всех желающих занятия у речного вокзала проводит тренер со стажем Галина Таминина. Как поясняет специалист, именно дыхательная гимнастика – основа постковидной реабилитации. Мы в своих практиках задействуем полный объем легких. Учимся дышать как бы верхней третьей, серединой легкой и нижней, да, постепенно, да, дыхание такое есть. И благодаря этому, конечно, кровоснабжение улучшается, питание всех тканей и органов. Особенно полезны такого рода упражнения для людей старшего возраста, говорят специалисты. Дыхательную гимнастику врачи рекомендуют делать не менее трех-четырех раз в неделю, а лучше, конечно, каждый день. Начать можно с 10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Для сердца хорошо. Молодеешь, ходишь, отдыхаешь на свежем воздухе с молодежью, радуешься жизни. Это прекрасно. Вместе с жителями Твери в постковидной зарядке приняли участие и первые лица города и области. Это депутат Законодательного собрания региона Олег Лебедев, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, а также директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Как отметила Юлия, подобные проекты нужно расширять и привлекать к ним все больше и больше людей. Занятия будут проходить регулярно, и мне кажется, это очень здорово. Пока у нас погода радует, есть возможность встречаться в парках, на улицах, в наших скверах по всему городу. Нужно, конечно же, этой возможностью пользоваться. Ну и ничто не может заменить вот этот личный контакт с людьми, которые разделяют твои интересы, твои ценности, ощущение вот этого общности, что есть вещи, которые нас объединяют. Мне кажется, это очень ценность. Напомним, инициатором подобных занятий на свежем воздухе выступил советник президента Российской Федерации Владимир Васильев. Как отметил политик, пока на дворе лето можно насыщать легкие кислородом. Параллельно с этим в России уже запускают масштабную программу реабилитации для людей, перенесших COVID-19. Кто знает, может и тверской опыт пригодится специалистам в этой работе.